существует три основных способа первый самый тупый монтаж будет стоить достаточно недорого самое главное огромное и практически неисправимая ошибка всех начинающих мастеров здравствуйте друзья сегодня стоя на фоне вот этих замечательных реек и на фоне вот этой вот стеновой панели я вам расскажу о некоторых решениях которые при достаточно низкой цене сделают ваши интерьеры значительно богаче и начнем с того что правильно спозиционируемся на данный момент мы находимся в ремонте класса комфорт где стоимость работ без учета стоимости материалов находится в диапазоне от 25 до 45 тысяч рублей за один квадратный метр и все эти советы актуальны именно для этого класса ремонта и сразу же передаю слово нашему техническому эксперту сергею саратов здравствуйте друзья меня зовут сергей саратов и в команде земспро я отвечаю за ремонт комфорт класса и сразу скажу что правильным декором квартиру можно недорого украсить они правильно дорого испортить и начнем самого простого эффективного эффектного и недорогого но самого мощного способа сделать интерьер круче богаче более дизайнерским рейки рейки это красиво и круто рейки с подсветкой это еще красивее и еще круче главное не забывайте что шаг между всеми рейками должен быть равен шагу короба в которой встраивается подсветка и если вы об этом забудете то просто не сможете встроить подсветку после установки рейк ну а теперь самое интересное все очень любят рейки но никто не знает как их правильно стыковать плинтусом и решать конфликты между этими двумя сущностями существует три основных способа первый самый тупой взять рейки довести до плинтуса и вот так вот обрезать и сразу скажу никогда так не делайте потому что такой узел примыкания будет очень некрасивым а самое главное очень травмоопасно способ номер два именно тот который мы применили на этом объекте сначала установить плинтус а затем вырезать заднюю часть рей такой узел примыкания достаточно хорошо выглядит и при этом очень прост в исполнении а значит монтаж будет стоить достаточно недорого и способ номер три сначала до установки плинтуса установить рейки довести их до пола не вырезая заднюю часть а затем слева и справа пристыковать к ним плинтус этот способ является самым сложным потому что между рейками нужно будет установить небольшие куски плинтуса а самое главное правильно их закрепить и поэтому такой способ является самым дорогим теперь еще одно решение которое лично мне очень нравится и который мы применяем своих ремонтах все чаще и чаще это вот такие вот стеновые панели которые могут закрывать либо небольшой участок стены либо даже всю стену целиком стеновые панели бывают гладкими и фрезерованными фрезерованные смотрятся гораздо эффектнее но при этом в комплекте с ними я всегда рекомендую покупать отдельную домработницу потому что делать уборку в этих отверстиях это на целый день именно поэтому в ремонтах комфорт-класса мы стараемся использовать гладкие цельные панели а теперь самое главное огромное и практически неисправимая ошибка всех начинающих мастеров которые сталкиваются со стеновыми панелями впервые они думают что под эти панели не нужно выравнивать стен запомните панели ставятся на направляющие рейки которые крепятся прямо к стене и если поставить эти рейки на кривые стены панель в итоге будет изогнутой и это будет видно даже невооруженным взглядом поэтому запомните стену всегда нужно выравнивать независимо от того какое на ней будет покрытие еще одно решение которое также переходит из одного проекта в другое применяются все чаще и чаще парящая мебель это вот такие вот тумбы которые парят над полом или вот такие вот тумбы которые вообще парят близко к потолку ну и снова самое главное то на чем ошибаются не только мастера но и проектировщики которые все это проектируют запомните если вы предусматриваете в проекте парящую мебель то в проекте прямо должно быть прописано что стены под нее должны подготавливаться особым образом главное не забывайте что все стены на которые вешается парящая мебель изготавливаются из плотных материалов но даже несмотря на это для монтажа такой мебели нужно использовать специальный крепеж рассчитанный на повышенные нагрузки ну и последнее на сегодня решение которое можно максимально смело отнести к решениям из серии никогда слышишь никогда никогда твою мать никогда так не делай велюровые вставки на стенах на потолке на полу где угодно велюр это всегда плохо потому что чуть-то его коснулся на нем появляются вот такие вот следы как ты их не причесывай будут появляться другие вы никогда слышите никогда я повторяю мать его никогда от этого не избавитесь полностью поддерживаю велюр это ужасно перед съемкой я его почти час причесывал но так и не причесал и на этом у меня на сегодня все конечно я мог бы написать другое слово из трех букв чтобы никогда слышите никогда не использовали велюр но написал вот это да простят меня заказчики на этом я на сегодня действительно все используйте эти простые решения применяйте их с умом и постарайтесь без велюра с вами как всегда полу алексей земсков и сергей саратов до новых встреч до свидания